Всем привет! В эфире Универ Ньюз. Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Самые главные новости дня прозвучат здесь и сейчас. Начинаем наш выпуск. О грядущих событиях состоялось очередное заседание ректората Казанского федерального университета. Черного золота станет больше. Ученые САЕ Канев дарят жизнь ромашкинскому месторождению. Окунуться в историю жизни Николая Лобачевского смогут все желающие. 29 мая в КФУ состоялось заседание ректората под председательством Ильшата Гафурова. Основные вопросы, обсуждаемые в ходе встречи, заключались в дальнейшем развитии вуза, подготовке приемной кампании 2017 и открытию новых направлений подготовки на базе университета. 29 мая в Казанском федеральном университете состоялось заседание ректората под председательством ректора Ильшата Гафурова. Повестка дня заключалась в трех ключевых вопросах – актуализации дорожной карты развития КФУ на ближайшие три года, особенности приемной кампании, а также открытие новых направлений подготовки. Первым докладчиком стал проректор по экономическому и стратегическому развитию КФУ Марат Софиулин, который рассказал об итогах участия в очередном заседании проектного офиса программы 5.100, недавно завершившегося в Москве. В ходе доклада отмечалось, что рост КФУ в предметных рейтингах значительно увеличился, и то, что университет показывает многократное превышение плана по публикационной активности, а также заметный скачок в привлечении иностранных студентов. При этом кое в чем динамика оставляет желать лучшего. Однако, как считают в Казанском университете, главное – это сосредоточиться на глобальной цели. Можно отслеживать процесс достижения той или иной цели. Даже если цель достигнута, то процессные показатели могут быть невыполнены. Стоит отметить, что Ильшатам Гафуровым было предложено перестроиться на более широкую перспективу, в том числе на период после окончания проекта 5, и сделать упор на коллаборацию с теми вузами, которые не участвуют в программе повышения глобальной конкурентоспособности. Однако представлены и растут в международных рейтингах, и то, что в КФУ вскоре появится единый центр подготовки студентов-олимпиадников. Сегодня утром говорил, было приятно, когда представители двух наших лицеев выстраивались на получение дипломов по результатам Всероссийской Олимпиады в тех или иных предметных областях. 11, по-моему, у нас призер. 21 призер. 21 призер. Это все-таки показатель. Точно такие же результаты надо делать и для студентов. Надо создать свой штаб по подготовке или центр подготовки к Олимпиаде. Олег Бодров коротко рассказал об основных задачах, поставленных на 2017-й приемный год. Среди них увеличение приема на порядка тысячи студентов по сравнению с прошлым годом. Кто это отметит, что Институт международных отношений истории и встоковедения совместно с Институтом управления экономики и финансов выдвинул предложение о создании кафедры международной экономики, где осуществлялась бы подготовка бакалавров и магистров в области экономики и финансов стран Азии и Африки. Мы прошли лишь первый этап заседания ректората, но это очень позитивно. Количество и качество преподаваемых экономических дисциплин в нашем университете неизменно усиливается и улучшается. И сегодняшнее решение – это новый шаг для развития экономических дисциплин, прежде всего связанных с международными экономическими отношениями и экономикой стран Азии и Африки. Своя специализация накладывает отпечаток, прежде всего это те регионы, которые входят в зону интересов России. В завершении заседания ректорат традиционно ознакомился с ходом исполнения контрольных поручений, а ректор КФУ выступил со словами признательности коллективам ряда институтов за успешную организацию и проведение крупных международных конференций и других важных мероприятий. Аделя Шамилова, Диана Шилова, Ленарда Влетьяров, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Комплекс проводимых исследований учеными стратегической академической единицы «Эко-нефть» направлен на повышение эффективности разработки одного из крупнейших месторождений нефти в мире. С какими проблемами столкнулся главный нефтяной кормилиц республики, выясняла Аделя Шамилова. Ромашкинское месторождение, расположенное на востоке Татарстана, входит в десятку мировых нефтяных супергигантов. Сегодня его геологические запасы оцениваются в 5 миллиардов, а разведанные и доказанные – в 3 миллиарда тонн. Цифра даже по глобальным стандартам фантастическая и необъятная. Но дело в том, что доля нефти, добытой с ромашкинского месторождения, составляет более 70% всего татарстанского черного золота. И по оценке экспертов, к 2017 году почти 80% от доказанных запасов ромашкинского месторождения уже добыты. Ромашкинское месторождение, оно относится к одному из крупнейших месторождений в мире. Оно занимает 13 место. И вообще оно было открыто в 1948 году. Принадлежит обществу Татнефть. И мы занимаемся лишь частью этого крупного месторождения. Мы разрабатываем и выполняем сервисную часть одной из залежей. То есть, говоря языком самих нефтяников, месторождение находится на поздней стадии разработки. Отсюда и все вытекающие, в том числе тенденции к снижению дебита скважин, которыми всерьез озадачены в главном педропользователе российской нефтяной компании Татнефть. Наша задача – это проанализировать данные с нуля, практически мы это проводим, и довести дело до анализа разработки, до моделирования. И наша задача – предложить им дальнейшую разработку, предложить геолого-технические мероприятия. Ученые Казанского университета присоединились к проводимым работам «Возвращение новой жизни» на одном из крупнейших месторождений нефти в мире. Используют целый комплекс проводимых исследований. Для данного проекта мы используем новый подход для интерпретации данных ГИС. Это нейросети, нейросетевое моделирование, что показало довольно-таки хорошие результаты. Проблемами разработки главного нефтяного кормильца Татарстана активно занимаются несколько научных групп стратегической академической единицы «Эко-нефть». К изучению степени разработки отложений на месторождении охотно присоединяются и студенты. Участие в данном проекте – это отличный шанс для будущих геологов закрепить и углубить теоретические знания, полученные в ходе учебного процесса, а также приобрести и усовершенствовать практические навыки. Вместе с тем, это большая ответственность и бесценный опыт. Поэтому, покидая стены университета, выпускники будут максимально готовы к работе с реальными проблемами нефтяной отрасли. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Казанский федеральный всегда рад принимать у себя гостей. И на этот раз у вас появилась уникальная возможность окунуться в историю университета, а именно в эпоху Николая Лобачевского. Что вас ждет на такой экскурсии, выяснял наш корреспондент Елизавета Евтефеева. Казанский федеральный вновь проведет бесплатные экскурсии для всех желающих. КФУ – история будущего проекта Казанского университета. Не имеющий аналогов – это серия бесплатных экскурсий, которые открывают многогранный мир одного из старейших вузов России. На этот раз участникам проекта удастся в буквальном смысле погрузиться в эпоху Лобачевского. Фигура Лобачевского очень важна для Казанского университета. Он, можно сказать, как раз таки явился строителем университета, делал университет действительно великим. При этом он начинал еще гимназистом, студентом в этих стенах и стал ректором, ну и великом ученым. Все желающие смогут увидеть уникальные предметы и интерьеры, окружавшие самого Николая Лобачевского, проникнуться духом того времени в Музей истории университета и в императорском зале, посостязаться с другими экскурсантами в математических интерактивах и убедиться в том, что наука – это весело. Мы так построили программу, что, в принципе, интересно будет всем. Там и детям, в том числе, особенно, наверное, им будет интересно посмотреть на маленькие предметы вот эти вот Лобачевского. Чтобы принять участие в данном проекте, не забудьте заранее зарегистрироваться на официальном сайте КФУ. На этом у меня все. Будь всегда в теме с универ-ньюс. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok